Приветствую вас, геймеры. С вами, как обычно, Дмитрием. Продолжаем играть в Европе. С Айс 4 за тебе. Нашли несколько новых друзей мы, по-моему, это Айютия и Ву. Они по количеству людей меня очень радуют, и поэтому мы с вами обязательно что-нибудь предпримем в какой-нибудь войне. И плевать на Бухару, которая расхерачивала тут Дели и Абвивио снова нас с соперниками. У нас теперь, по сути, людей больше. Да и союзники у Бухары такие. Хиджас и Табристан. Они им так себя, откровенно говоря. Дядя Султан, он расхерачивал Карл Каюнлу, она теперь разваливается. Уже и персы ее кушают. А это был самый грозный, так сказать, союзник Бухары. То есть мы с Уиротами и Хайси, и Ву, и Шаном, и Айютии навалимся и эту Бухару развалим. Если они захотят нас хоть пальцем тронуть. Так вот. Так, как там с желанием свободы делишки? В принципе, падает. У всех. Там у меня дипломатическая репутация должна скоро упасть. Не помню, в каком-то году должна упасть и мы должны аннексировать. Аннексировать, наверное, Лоло. Такие делишки. Сейчас. Подождите, а что там у Шу была за правильница? Вот это, да? Так. Да, это, наверное, она. Тут, блин, не написано, когда ее захватили мы. А хотя вон тут, может, написано, когда беспорядки будут продолжаться. Не, не пишут. Жалко. Я просто хотел узнать, когда интеграция закончится. Модификатор этот. А, слушайте, тут инициированные модификаторы. Что-то где есть, да? Подожди. Сейчас я вспомню, как это. А, вот. Они в которых держат. Вот, вот, вот. 1 октября, 608. Через 6 лет, значит, начнем аннексию еще кого-нибудь. Еще кого-нибудь скушаем. А пока, а пока, надо готовиться к тому, что будем воевать с Ляном. Дипломатов у меня нет. Что там? Я делаю. А, фабрикую претензию на Непал и Орис. Да, 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 да. Я хотел Непал за вас салить. Вон, кружечный какой. И повоевать с Орисой и Тюрхутом. Там, у них кот наплакал людей. Поэтому больших проблем быть не должно. Тибетские крестьяне, им вообще плевать, по сути. Давайте, прогоним игру. Так. Аютия. Мой верный союзник просит помощи в войнах против Лансанга, Ланны и Малатти. Так, подождите минутку. Мы можем, конечно, помочь. Потому что терять престиж как-то я снова не хочу. Да и... Воютия, видите, армия хорошая. Воютия, да, Вьет. Видите. Ладно, давайте соглашусь. Вроде бы от того, что мы будем бездействовать, ничего не будет. Так, только я гляну, кто там воюет против них. О, вот Малатка, допустим, да, воюет. Воюет против Чистой Ути. Чуть не верю. Да Вьет еще. Ладно, давай соглашусь. В случае чего всегда можно откупиться. Всегда. Так. А, мы получили повод для войны с Непалом. Че тут у нас хорошенького. Значит, слоной воюет, да? Еще. Слон сангом. Так. А вот, слушайте, да все с Малаткой воюют. Конкретно все. Чисто с Малаткой. Ну, давайте, мы все равно там ничего делать не будем. Мы дотуда тупо не доберемся. Поэтому. Поэтому ничего делать не будем. Хотя Аюти, Аюти, я тут походу в двух войнах воююю еще. С Лон Сангом. В уйдейском завоевании. Какой-то провинцией. Ладно. Короче, пусть воюют. Мы будем воевать по-своему. Сейчас у Орисы гражданская война. И это нам очень на руку. Потому что союз у них только стиху там. Мне поможет Шан. И никто больше. Ну, хорошо. Завоевание или возвращение. А, кстати, у меня были поводы для войны. Я просто. Просто не знал об этом. Так. В общем, давайте как сделаем. Шана 8000 армя всего. Что-то маленькая какая-то. Слушайте. Мне это не нравится. Так. И какой лимит снабжения, скажите, пожалуйста. 23000. Давайте. Ради моей несмертной пусть дойдут. Вот до сюда. А там мы объявим войнушку. Одного Шана, думаю, достаточно будет. Ву. Войн верный союзник просит помощи в войском завоевании. Да вы охерели все, что ли? Так, у Ву кто союзники? А, у Ироты, Тибет и Юэ. Ну, хорошо. Если у Ироты помогли. Да, у Ироты помогают. Тогда давайте и мы чем-нибудь сделаем. Только я претензию сфабрикую какую-нибудь. Потому что это как-то неправильно без претензий играть. Давайте на Ньян сфабрикую. Так. И параллельно у Ниньсянов что-нибудь. Давайте вот. Давайте-ка вот на вот это. Как это называется-то? Боджоу. Вот, на Боджоу. Я соглашусь. Дали и Нинься. Ну, Дали он маленький. Его расхерачить проблем не будет особо. Корея. Ну, Корея это да, далеко. Ладно, давай. Я согласен. Мы по армии чуть-чуть больше. А что тут Шан делает? Кушайте. Он Юэй идет в атаку. Самый сильный противник у нас это корейцы получается. Китайоз. Прям сразу завалить можно будет. Окей. Ладно, давайте выделяю всех. Отправимся все вместе вдали. Так, и у меня еще командующий есть. Очки подкопить. Местный специалист по укреплениям. Давайте защиту крепости по усе. Так, подожди. Вот, 7000 отсюда утащу. Давайте-ка. И еще 4000 тоже утащу. Никто тут ко мне не топает. Случайно. Тут у Нойера-то гуляют. Свободно. Неа, слушайте, ребятки. Легко будет. Нам надо. Просто постараться не опростоволоситься. В плане обороны. И командира надо будет назначить. Утрек присоединяется к республике. Это вообще что за хрень? Там происходит. Убеденю пока отрядики. Свои. И, кстати, сколько я там уже? Я там уже снимаю. Давайте-ка. 9. Ну, 10 минут считай, да? Это в 30... Так. В 45 минут мне надо будет заканчивать. Запись. Сегодня 2 эпизода сниму. Так. Или может один. Посмотрим. Посмотрим. Давайте-ка. Может быть один, но побольше. Чем обычно. Где-нибудь минут 40. Ой, это хорошая такая армия. Видите? Я думаю, что если не будут тупить, то и без меня все справятся. Единственная бяка, которая может произойти, это война бухары. А, может заметить, какая тут херня творится. И это будет очень плохо. Так. 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 Взяли мы Кхань Телемон. Я назначу генерала. Вот. Идем, собственно, в Дали теперь. Все, замочили мы Дали. Дали это же столица, да? Да. В войне с Малаккой тут что-то как-то не очень. Ситуация. И еще, ребятки, мы походу не смогли использовать на свою пользу гражданскую войну в Орисе. Там они потихонечку осаждают уже. Так. Дзянь-джан идут, да? Ну как, давай-ка вот так. И вот так. Мы тебя порадуем, мой дорогой. Сюрпризом. Так, как там пожелание свободы? Падает все еще. Хорошо. Этих китайцев мы расхерачили, по сути. Так что. Нормас. Новые поводы для войны. Там Ци еще воюет с Ляном, судя по всему. Так, в общем, нормально. Сейчас все будет. Станет датским. Не знаю, кто это, так что. Так что все всегда не будут забиваться. Зато я, ребятки, знаю, кто это. Сейчас я пару сек корпус отделю. Выиграли мы сражение за Линдзян. Так. И вот еще что. Давайте-ка еще разу корпус отделим. И вот сюда. Быстро только. Линдзян заключил военный союз. Нинься. Давайте-ка тут и останемся. Я думаю, отряд хороший у нас. Количество. Щадо осаждаем. Дали скоро рухнет. Мы его на саду Дали, собственно, выиграли. Теперь вот сюда. Идем. Шан боюет тоже с Нинься, ребятки. Камбоджей. Камбоджей. Продолжение следует... 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 Не думал я, что у Малаки такие раки несметные, ребятки... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Продолжение следует... 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 Так. Это кто тут у нас? Хуайхе. Я надеюсь, что Ву на этот раз даст мне парочку провок. Я уж претензии не просто так фабриковал. И, кстати, я теперь запомнил, что у китаёстов не так уж и много людей. В принципе, если позвать уротов, мы нормально разберемся. Так. И теперь вот сюда. А-а-а, слушайте. Хуайхе атакует. Понятно, ясно. Всё ясно. Осталось дождаться мира. Да херели. Мне вообще ничего не дали. Вообще офигеть. Тут суча, а. Ну ладно. С другой стороны... С другой стороны, в следующей войне, я надеюсь, я возглавлю наступление. И мы сможем чему-нибудь оторвать. Давайте тогда с Орисой разберемся. Там, походу, опять какие-то чуваки войну устроили. И при этом Тирхут воюет с Бухарой и Караделлом. Ох, ребятки. Как круто. Всё поворачивается. Давайте-ка. Нападём на Орису. Мне поможет только Шан. Слушайте, Дели... Нет, Дели это, ребятки, как-то неправильно. С Дели я не хотел бы воевать. Пока. Можно она сильно завассализировать Непал. Сейчас. Пока он без союзов. Тирхут. Союз Дели Ориса. Ну, блин, ну, вот Дели. Вот Дели меня бесит. Большой. Зараза. И Шан. Вот ещё тут проблема маленькая. Он воюет много с кем. Кстати, вовремя о Союзе перестал дружить. Так. Ну, давайте. Давайте. А так. Агарьят у нас с кем? Тоже с Дели. Блин, ну, Дели до хера людей. Это мне не нравится. В принципе, если мы поспешим, мы Бухару зав... Так. Мы Бухару... Пока они на Бухару отвлекаются, мы, в принципе, можем попробовать захватить Орису и Упровки. Давайте попробуем. Была не была. Просто в случае фейла может случиться очень страшное. И это плохо. Так. А, ещё можно претензии нафабриковать, чтобы дешевле были провинции. Нет доступной провинции. То есть, одна только была. Давайте на Теххуд. Если так. Чебуси. Ну, давай, Чебуси. Здесь делаем претензию. Так. И на Дели можно, кстати. Ух, нифига. 45 тысяч. Ничего, так отрядик тут. 45 тысяч. У меня всего 35, ребятки. Это проблемно. Потому что они по Техам превосходят и вообще. Надо верить в Бухару, чтобы она сейчас загасила там всех. Но она этого не сделает. Что-то Бухара слабенькая. Блин, надо было сразу на Урису нападать. Сейчас будет очень проблемно с ними разбираться. Давайте так. Сейчас Бухара, если Дели схавает полностью. Мы нападем на Урису, если нет. Если нет, то не будем. Это не самая хорошая идея пока. Так. И что у меня с деньгами? Фигня происходит. И что там? Содержание Амира стоит. А почему? А, люди шумели. Сейчас с истощением. Сейчас опять в плюсик его. Понятно. Ладно, давай. Построим. Что построим там? Прекрутый производство. Давайте доход от налогов. Денег всегда. Надо побольше. Шпионов. Ищи-то от шпионов доходы от налогов. Вот как раз. В Баутистане, потому что тут. С этой Бухарой дурацкой. В Ладакхе. В Ладакхе. Там, где с Бухарой границы, там обязательно надо. Ух ты. Смотрите. Святая Русь как разъелась. Скоро кое-ка там подойдет. Бухара, кстати, ребятки, еще с кем-то воюет. Интересно. С Эфиопией. Что-то Эфиопия какая-то имбовая в этом. В этой партии. У меня. Громадная имбовая. Вот Уорисе. Претенденты. Это клевые личности. Нихрена себе. Тут Великобритания имеет претензию на Уорису. Что, Британия сюда пришла уже? Что-то я не понял. Где тут Британия? Расскажите ко мне. Нету тут Британии. Откуда у меня претензия? Может быть. Вон тут какая-то срань есть. В Британии сама я что-то не вижу. А во! Во-во-во-во! В Ахмане захвачено Великобританией. В Португалии. Слушайте, эти засранцы уже в Индию пробрались. Каким-то макаром. Это мне не нравится. Значит с этими ванкастерами, всякими португезами надо будет как-то сражаться. Пытаться. Отбиваться от них будет сложно. Если я пойду в Индию. Так что я даже и не знаю. Так, ну ладно. Что тут Бухара и Корадел? Куда идут? В атаку идут. Слушайте. Такая бяка еще, что... Где ты Шан? А, вот он. Он воюет сейчас. Поэтому я без союзников фактически останусь. Вот это мне не нравится. Можем нанять еще командира. Потом может быть. Пока техи надо вкачать. Это как-то вообще позор у нас. Едут. Один стуга им всего. Даже ружья и нет. Представляете? У всякой Сани, даже у моих вассалов ружья. А у меня копии одни только. Так. Угу. Ну, зато как монахи из Шаолине. Так, так. А, здание я уже все пострадал. Давайте оружие на мастерскую, если где-то можно. Еще. И все. Ну, давайте-ка на этом, наверное, и закончим. В следующем эпизоде посмотрим, на кого напасть можно. Возможно, не пауза восциализуем. Нам будет только аннексию начать тут у кого-нибудь. Из моих нынешних. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся. Продолжение, прохождение. И помните, что все самое тесное еще впереди. Thank you, guys. Продолжение следует.